Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня очередной раз, последний в этом году, смотрим, как заполнять форму участника лотереи Green Card DV 2019. Нас тут двое на линии с вами. Это я, Михаил Портнов, и у нас приглашенный гость – это Денис. Денис является администратором, модератором форума «Говорим про вес» и как бы поднаторел по этой части, поэтому я его попросил, он любезно согласился с нами сегодня побеседовать. И мы сфокусируемся сегодня на том, какие ошибки люди допускают, как их избежать. И, ну вот, может быть, кто-то воспользуется. Еще три недели осталось до конца подачи заявок. Это будет 22, по-моему, ноября, да? Да, так точно. До 22 ноября. И вот мы на этом сосредоточимся. У нас есть страница. Я надеюсь, что каждый человек, который захочет эту страницу найти, он ее найдет. Вот просто напишет там «диви лотери» и еще что-нибудь. Вот я взял в хайлайт, выделил синеньким URL. Ну и мы начинаем с того, что нажмем на кнопочку «бегин». Только, Денис, скажите, пожалуйста, вот у меня субъективно такое впечатление, что вот читать инструкции, и как-то бессмысленно, потому что эти все инструкции продублированы там по тексту. Или все-таки там есть что-то, что важно прочитать до того, как ты начинаешь? Ну, в любом случае, всегда следует, я думаю, все-таки ознакомиться с инструкцией. Но есть нюанс в том, что даже на сайте лотереи, вот на странице инструкции указано, что единственной официальной версией является англоязычная версия. То есть никакие переводы, они не могут служить источником информации таким достоверным окончательно. И более того, насколько я знаю, до сих пор русского перевода инструкции к DVI 2019 так и нет. Да, и некоторые жалуются и говорят, вот, на украинском есть, на русском нет, как же так? А на самом деле надо пользоваться английским, это единственный надежный способ. Безусловно. Ну, и плюс наше видео, мы же рассказываем. Теперь, вот этот фото-тул. Если у человека есть какая-то фотография, и он готовится, так сказать, к процессу, он должен сначала в этот тул пойти, сделать фотографию, а потом зеленую кнопочку нажимать? Или вот какой порядок действий? Путей несколько. Если человек чувствует в себе силы и готовит фотографию самостоятельно, этот фото-тул, вот как я, например, я его даже не открывал для подготовки своих фотографий. То есть я сделал самостоятельно фото, в фотошопе ее подготовил, ну, нужные размеры, там все обрезал, как надо, сохранил. Вот, я в этот фото-тул даже не ходил. И, насколько я знаю, у многих есть проблема с запуском этого инструмента, поскольку он построен на технологии Flash, а в современных браузерах, во многих, в Chrome, вот в частности, Flash, по умолчанию заблокирован. То есть там предлагают сохранить файл этот себе на компьютер, а запускаться он не будет прямо в браузере. То есть там надо идти в настройки и разрешать именно Flash для запуска этой утилиты. Вот с точки зрения тех дискуссий, которые ведутся по поводу фотографии, в частности, модификация возможной фотографии, то есть вот, скажем, обрезать ее в фотошопе как бы не проблема. А вот, например, изменить фон. Вот, допустим, у вас, я не знаю, какой-то он там, ну, не нравится вам фон, взяли и сделали беленьким. В этом есть нарушение? Ну, по поводу фото, это один из самых обсуждаемых вопросов. Вот на данный момент там на форуме 282 страницы по этому поводу, именно касательно только DDV 2019. Значит, я считаю так, ну, это мое мнение, оно, в принципе, базируется на каких-то официальных источниках, но нет единой позиции, вот высказанной, что вот фон трогать нельзя. Такого никто не говорил. Нельзя трогать изображение непосредственно вот, ну, головы. Голову трогать нельзя. Фон, в принципе, многие специалисты считают, что там какие-то поправки яркости, контрастности, то есть, ну, вот бывает фактура на фоне, там, например, на фоне обоев сфотографировали, какие-то рисунок мелкий. В принципе, мне кажется, это мое личное мнение, я не могу в этом случае выступать таким экспертом, что это можно сделать. То есть, если не затрагивается контур головы, то фон трогать можно. Ну, вот я после того, как все это изучал, и разные мнения, и самое главное, я прочитал то, что официально написано, то написано официально, что контур головы трогать нельзя. Да, да. Даже написано, что можно вот этот red eye, красный это самый глаз тоже можно. Только средствами фотоаппарата. То есть, нельзя убирать красные глаза, если это фото уже скинули с фотоаппарата, с флешки у вас на компьютере. Вот это нельзя. То есть, если механизм работы с красными глазами реализован на самом фотоаппарате, это можно использовать. Если это уже сброшено на компьютер, уже никакие правки касательно лица, глаз, ну и правых частей. Это уже недопустимо. А просто там, где я читал, там на этот счет не было указания никакого. Ну, хорошо. Значит, да, еще знаете что? Насчет бороды вот все спрашивают. Мое понимание фотографии с бородой было таково, что, в общем-то, ничего страшного. Даже если у тебя была борода, а ты сбрил ее и пришел на интервью брит, это тоже как бы можно. Вот что на форуме на этот счет? Ну, давайте опираться все-таки, наверное, не на форум больше, а на официальные источники. У них по поводу бороды ничего не говорится. Единственное, что возникают вопросы, каким образом отмерять расстояние при наличии бороды. То есть, что считать высотой головы? Потому что для высоты головы указаны определенные границы, там от 50 до 69, по-моему, процентов. Это хороший отец. Где найти конец подбородка? Ну, это уже такой вопрос. Я не знаю, как на него ответить, потому что если такая борода лопатой... А вот про очки мы знаем, что начиная с этого года очки нельзя. А вот, скажем, серьги у женщины надо снимать или как? Нет, и даже более того, в примерах фотографий, которые указаны как годные для соответствующих требований, там есть фотографии женщины с серьгами. Главное, чтобы вот эти серьги, бывают они такие, ну, у африканских племен, например, которые могут, ну, очень большие, и затрагивать контур головы опять же. То есть нельзя, чтобы хотя бы часть лица закрывалась серьгами. Ну, хорошо. Давайте мы фото отдали должное и движемся тогда вот на начало этого дела. Нажимаем зеленую кнопочку. Он должен меня спросить, настоящий ли я или липовый. M, M. Вот я пишу маленькими, он берет сразу, он сам все делает заглавными. H, R. Всего четыре буковки. Хорошо. Говорим, submit. Вот давайте мы начнем с фамилии. Вот это last name, это фамилия по-русски. Что можно начудить с фамилией? Ну, тут сейчас нету такой ремарки. Это в инструкции, по-моему, что требуется паспортное написание. Значит, для стран большинства бывшего СССР, где язык национальный на кириллице базируется, здесь возникают вопросы. Какое написание все-таки, вот, транслитерация так называемая, какую брать вариант, потому что в интернете множество источников предлагают по-разному написать фамилию латиницей. Значит, прежде всего, если у человека есть действующий загранпаспорт, то нужно фамилию брать вот в точности, как указано в этом загранпаспорте. Если загранпаспортов несколько, например, ну, бывают люди, граждане, там, двух государств, например, Украина и Россия, то нужно просто определиться, в какой паспорт будет предпочтительнее вклеивать визу в случае выигрыша, и, опять же, брать написание из этого паспорта. То есть не страны, от которой ты играешь, а вот страны, в которую... Ну да, конечно, это же сплошь и рядом, когда человек родился в одной стране, живет в другой стране, а гражданином является третья страна. Тут вот в данном случае имеется в виду именно паспортное написание, ну, паспорт, гражданином которой страны вы являетесь. То есть которым будете въезжать в США? Да, да. А, интересно. Теперь, значит, это если есть паспорт. Если паспорта нет... Если паспорта нет, опять же, можно ориентироваться, ну, вот в России, в Украине, в Беларуси, во многих странах есть опубликованы нормативные документы с таблицами транслитерации, на основании которых оформляются национальные загранпаспорта. То есть это не государственная тайна никакая, это все известно, в открытых источниках эти таблицы есть. То есть там просто идет простая замена. Каждую букву кириллицы заменяют на соответствующую комбинацию букв латиницы. Отлично. Просто можно посмотреть этот источник и руководствоваться им. А если двойная фамилия, там, Зиновьев Краснощекий, там, через черточку так и пишем, да? Да, да, как в паспорте. Ну, как в паспорте, да. Хорошо. First name. Вот как может у человека не быть first name? Что это значит, вот, no first name? Вот это как? Ну, в наших постсоветских реалиях я не знаю таких случаев, чтобы у человека не было имени. То есть это, скорее всего, учитываются какие-то, там, традиционные традиции каких-то национальностей. Но это не относится. То есть к нам не относится. Хорошо. Значит, тоже first name пишется, вот, как пишется. А какие вопросы вообще люди задают? Вот что может смутить человека? Он может сказать, там, вот у меня там три документа, и там по-разному написано, например. Ну, да, такое бывает. Но, опять же, если есть какой-то, вряд ли все три они действующих документа. Например, я по себе могу сказать, у меня несколько загранпаспортов. Первый из них был оформлен еще, там, французский вариант написания был. То есть, например, буква «Ш», она не «SH» писалась, а «CH». Вот. Но это уже старые документы недействительные, на них ориентироваться не стоит. То есть, опять же, вот, есть паспорт действующий, если он, то берем оттуда. Если нету действующих документов, куда можно вклеить визу, смотрим, как в вашей стране, в стране вашего гражданства оформляются загранпаспорта, по каким правилам это все пишется. И свидетельство о рождении, берем имя. Да, имя свидетельство о рождении и просто его транслитерацию делаем. У некоторых бывает, что нет паспорта, загранпаспорта, но национальное свидетельство о рождении, оно уже сразу содержит латиницу. Тогда вполне можно использовать этот вариант. А вот такой вариант. Человек говорит, у меня паспорта нету, но у меня есть, например, кредитная карточка, там, банковская карточка, что-то у них есть. И вот там как-то написано. Я понимаю, что в банке могут писать совсем не так, как пишут в паспортном столе. Ну да, конечно. Это можно как-то использовать или это нехорошо? Нет, нельзя. Ни банковские карты, ни даже водительское удостоверение у нас сейчас оформляются с латиницей. Нельзя использовать. То есть только паспортное и по правилам оформления паспортов. Все, отлично. Насчет имени, кстати, часто ошибки умудряются делать, как-то путают last name, first name. То есть, например, вот не как вы, Зиновьев, Иван написали, а пишут Иван Зиновьев. И потом при проверке результатов не могут получить статус своей заявки, узнать. Поэтому надо обязательно сохранить потом, даже если вы ошиблись, страницу подтверждения, confirmation page, где ваш номер будет. И потом можно увидеть сразу, перепутали вы или нет, по тому порядку слов, какой будет указан на странице подтверждения. Хорошо. Теперь вот middle name. В техническом смысле у нас ни у кого middle name нет. У нас есть отчество, которое не является middle name в американском понимании этого дела. Но все-таки вот некоторые пишут middle name. Я могу сказать, что я как человек, который получает за год десятки номеров социального страхования и грин-карты на наш адрес, ребята потом забирают. Я могу сказать, что там на очень многих, не всюду, пишут с отчеством, а где-то нет. Это, опять же, хороший пример. Вот то, что вы сказали, что где-то на грин-карте есть middle name, где-то нет, значит выигрывают как указывая его, так и не указывая. То есть не указание middle name, отчество в качестве middle name не будет являться ошибкой. То есть мое мнение такое, что middle name это не отчество. Более того, в наших российских загранпаспортах кириллицы указывается полное, имя там Иванов Иван Иванович, латиницей указывается просто Иванов Иван. Отчество не пишется латиницей. Поэтому я считаю, что no middle name вполне законно можно галочку поставить и следовать дальше. Несколько лет назад Раевский, когда он это поле характеризовал, он сослался на инструкцию, которая есть для консульских работников. То есть это никак не связано с лотереей напрямую, но если бы прийти к консульскому работнику, то у него инструкция такая, что если у человека в паспорте отчество написано латиницей, то внести его в middle name, а если кириллицей, то не вносить. Ну можно следовать такой позиции, но я не видел, честно говоря, ни одного, например, российского паспорта, в котором хочется, чтобы было указано латиницей. Ну и отлично. Тогда мы ничего не пишем, говорим no middle name. Все это очень подходит для людей из бывшего постсоветского пространства. Gender. Ну раз у нас Иван, то он male, это мужчина. Female, это женщина, тут все понятно. А бывает, что здесь путаются вообще, правда, были случаи? Я думаю, любые ошибки, которые можно придумать, они случаются. Оптимистично, да. Хорошо. Значит, birth date. В принципе, тут как бы показано, что они хотят месяц двумя циферками, день рождения двумя циферками и год четырьмя циферками. Это вот та нотация, которая тут есть. Поэтому я даже не знаю. А бывает, люди что-нибудь путают тут? Вот можно что-нибудь напутать? Так и даже уже в этом году на форуме были случаи. Здесь, во-первых, насколько я помню, именно с этого года нововведения, что дата идет в американском формате. В начале месяц, потом дата, потом день. То есть, если, например, человек родился там, условно говоря, 3 января, то он может вписать месяц себе 03, а day 01. То есть получится, что 1 марта, 3 января, 3 марта. Вот. И я не знаю, тут как-то не очень они удачно сделали, конечно. По-моему, проще было бы выпадающий список сделать, чтобы, например, тот же месяц от 1 до 12 нельзя было вписать, например, 13. Вот вы сейчас можете вписать 13, а потом при попытке уже перейти на следующую страницу он будет ругаться. Ну, это с точки зрения юсабилити, вот как мы в тестировании программного обеспечения изучаем. Там, где можно сделать из списка, надо делать из списка. Да. Ну, хорошо, они не следовали стандартам. Так, идем дальше. Значит, так, я давайте закрою тут у меня имейл, чтобы он так не конфликтовал. Значит, теперь город, где ты родился. Какие основные проблемы у людей возникают? Ну, первая самая проблема – это трудности перевода. То есть пишут, что город, где вы родился, а я не в городе родился, я в поселке родился. Что мне тогда указывать? Здесь указывается не конкретно город, а просто населенные пункты. Причем населенные пункты, исходя из данных свидетельства о рождении. То есть самый главный документ для этого пункта – это свидетельство о рождении. Не паспорт там, не что-либо еще, а именно вот свидетельство, в котором смотрим населенный пункт. И, соответственно, существует, опять же, несколько позиций по поводу городов, населенных пунктов, которые были переименованы. Значит, кто-то говорит, что нужно указывать новое название, актуальное на данный момент. Кто-то говорит, что нужно указывать старое название и свидетельство, и через черточку указывать новое название. Я лично придерживаюсь такой позиции, что здесь указываем ровно то, что указано в свидетельстве о рождении. То есть если у вас там написано какое-нибудь там село Макеевка, даже если оно сейчас называется Ивановка, все равно пишем Макеевка. Это большой город, да. Ну, я так, что в голову пришлось. Или тоже там Ленинград, Санкт-Петербург. Если вы родились до 91-го года в Ленинграде, то Ленинград опишите. Давайте напишем так. Давайте напишем Комарово Ленинградской области. Но ведь они нам говорят... Комарово, оно не является ли частью Ленинграда? Не, не, я там был. Административно я имею в виду. Это область, это Ленинградская область. Но вопрос вот в чем. Они говорят, не вводи район, там вот эти все эти административные отделения, не вводить только населенный пункт. Очень часто говорят, а вот я в таком-то районе. Говорят, не лезь. Вот говорят, дай только населенный пункт. Тут еще один бывает нюанс. У некоторых ребят на форуме, опять же, спрашивали, свидетельство о рождении, там указан именно район. То есть там какой-нибудь Кукуевский район какой-то области, не указан конкретный населенный пункт, указан только район. То есть на самом деле, насколько я понимаю, вот именно эта ситуация как раз и попадает по тот случай, когда вот внизу галочка стоит. То есть не надо писать вот этот район, который свидетельство о рождении, а просто ставьте галочку и следуйте дальше. Ну, я думаю, при этом не будет ошибка, если район написать. Ну что же, в документе же так написано, что теперь? Ну, опять же, если читать выше, то там написано, не вводите район. Да, да. И некоторые бывают еще там какие-то номерные, например, совхозы. То есть совхоз номер там 1, 2, 3, 4, 5 указан местом рождения. Причем совхоз, ну, не полностью совхоз написано, а С слэш Х. Такой вопрос. Если человек родился в городе Дрездене, в семье советского военнослужащего, значит, у него свидетельство вообще с точки зрения страны рождения и места рождения, вот ему выдало свидетельство о рождении не немецкая администрация, да, ГДРовская, а выдано свидетельство о рождении, наверное, советской военной комендатурой. И там, может быть, даже написано Дрезден, правда? Там, может быть, написано Дрезден. А может быть, написано воинская часть какая-то, и мы не знаем где, но, правда. Но он не может играть от Германии, забегая вперед? Ну, опять же, есть несколько мнений. Во-первых, есть прецеденты успешного прохождения интервью, получения виз с советскими свидетельствами о рождении, выданными гражданам, которые родились в западной группе войск, то есть на территории Восточной Европы. То есть они играли от этих стран, они играли от Германии? Да, со своими документами, выданными советскими органами, без верификации какой-то немецкими государственными органами. Их не обидели, как бы? Их не обидели, да, но они проходили интервью у нас, то есть либо там Москва, Киев, ну, соответственно, на постсоветском пространстве. Я не знаю точно, как отнесутся к такому документу, то есть что родился в Германии, свидетельство о рождении советское, при прохождении интервью, например, где-нибудь там, ну, вот, той же, ну, в Западной Европе, там, в Париже, например. Хорошо, идем дальше. Значит, страна рождения. Я вот, поскольку последние месяца полтора очень вовлечен в это во все, я прихожу просто в изумление от того, сколько вопросов может возникнуть по части страны рождения у людей. Да, это, наверное, второй по популярности вопрос на форуме. Так. А, ну, еще образование лидирует, да. Да. Вот, значит, тут я просто не понимаю, на самом деле все вполне очевидно, то есть страна рождения, какие могут быть варианты. Ну, начинаются разговоры о том, что родился, например, в Азербайджане, гражданство у меня в Беларуси, а живу я вообще в Польше, от какой страны мне играть? Ну, так сказано же, страна рождения, и при чем здесь Польша и там гражданство, если это идет речь о рождении. А говорят, а я родился в Азербайджане, но через два месяца меня увезли в Армению. А неважно. Ну, я... Свидетельство о рождении. Опять же, открываем свидетельство о рождении и смотрим, где родились. Вот, все, больше ничего не надо знать. Ни гражданство, ни национальность, ни место жительства, ничего. Просто вот страна рождения. Да. Потом дальше, ну, есть такая уже практика, исследуется статистика по количеству выигрышей от разных стран. И, значит, ну, известно, на самом деле, это нигде не афишируется, официально такая информация не проходит нигде, просто на основании статистики получены данные о том, что Украина, Узбекистан и уже вот с прошлого года Россия, они, ну, несколько обижены количеством выигрышей, то есть там выигрыши обрезаются. Я извиняюсь, это не связано с тем, что они исчерпывают лимит, вот этот 7%, который дается на одну страну. Нет, 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 7% это уже идет визы, а это количество выигрышей. То есть выигрышей можно иметь и 10 тысяч, а это никак не связано с тем, что этим 10 тысячам выдадут не больше определенного количества виз. То есть там, видимо, из-за того, что и Украина, и Узбекистан, они очень генерируют очень-очень много заявок, в том числе там фирмы-мошенники посреднические дают такое количество, решили, что, ну, чтобы они просто не доминировали, чтобы не перетягивали на себя все европейское одеяло выигрышное, вот, решили, что до определенного числа, там где-то в районе 4500 выигрышей публикуются, а дальше просто эти номера не открываются. То есть европейские номера есть, большие номера, а Украина, Узбекистан и, в частности, вот, ну, в меньшей степени России, дальше выигрыши просто не показываются, не открываются. То есть, когда говорят, что вот играть от Украины и Узбекистана, об этом пишут много, что от них играть, как бы, меньше выгоды, да, то есть меньше шанса, это просто некоторые наблюдения. Это не то, что вот где-то опубликовано официально или там как-то вот так. Но это, да, это анализ официально опубликованной статистики. Понял. То есть такой неофициальный анализ официальной статистики. Да, то есть получается, что, вот, ну, в принципе, по правилам, все европейские страны, они, как бы, в одной корзине лежат и просто вытягивают эти выигрыши. Но на самом деле получается, что от Украины еще потом, вытянув выигрыш, надо смотреть, большой номер или маленький. Маленький номер, case number, будет опубликован, что он выиграл, а большой номер просто его также получит информация о том, что заявка не отобрана. Вот. Ну и возвращаясь к заявке, значит, вот в связи с тем, что сказано по поводу Украины, Узбекистана и России, если у человека есть супруга, ну или супруг, соответственно, который родился в иной стране, вот не в этих трех, то, может быть, имеет смысл выбрать и указать страну рождения страну рождения супруга своего. То есть, если, например, муж родился в Украине, а жена родилась в Беларуси, то обоим имеет смысл указать... Беларусь. Да, Беларусь, но только не страной рождения, естественно, я говорил с ним, а страной, от которой подаются заявки. То есть, страна рождения, она, безусловно, остается своей. Вот давайте тут тонкость некоторую. Значит, когда мы говорим про страну, от которой мы играем, вот говорят так, я слышал такое мнение, что если ошибиться в стране, от которой ты играешь, но в рамках, скажем, европейского региона, то как бы это не имеет никакого значения, ты выиграл и выиграл, никто тебе не цепляет. Вот если ты взял из другого региона, вот тогда там идет дисквалификация. А если в том же регионе, то нет дисквалификации. Например, вы написали вместо России, написали Германия. А потом выиграли и... А, ну это тоже в Европе, ладно, там, бог с ним. Вот как с этим? Это так, и это официально указано вот в руководстве для консулов, но там есть такая оговорочка. Это не ведет дисквалификации тогда, когда ошибка в стране не дает вам никаких преференций. То есть когда выгоды вы с этого не получаете. А когда получаете? Где выгоды? Если вот это Узбекистан, Украина, Россия или что? Ну да, вот в частности в этом случае. Вот, ну, в последние годы этого не было, а несколько лет назад было такое, что, например, Украина, она, вот, ну, назначается интервью, там визабилитен выходит, и для Украины шли отдельные номера от всей Европы. То есть Европа там шагала в ногу, а Украина была отдельным номером, там числилась. И если, например, ошибиться, так, ну, в кавычках ошибиться, если у вас нет права играть от других стран, кроме Украины, но вы, например, указали, что родились на Украине, а страной, от которой подается заявка, вставили, например, там, Беларусь, то эта ошибка при определенных условиях может быть в вашу пользу. Вот. И в этом случае может быть дисквалификация. Я понял. То есть, скажем так, злоупотреблять не надо вот этим. Да, лучше уж, что есть, то и указывать. Хорошо. Вот когда говорят, мы переходим к позиции шестой, страна, от которой ты играешь. Говорят так, что, ну, вот, допустим, ты не хочешь играть от Украины, потому что ты знаешь, что там шансы снижаются, но у тебя родители, например, из, я не знаю там откуда, из Беларуси. И ты говоришь, а вот я бы тогда хотел играть по стране родителей, а не по своей собственной. И правило, которое здесь, вот, кстати, оно написано, что если твоя страна не играет, тут написано, да, если ты родился в стране, которая не eligible, тогда смотри, как можно еще играть. Некоторые понимают это так, что даже если ты играешь от страны, который играет, родился в стране, который играет, но родители у тебя из другой страны, то можно выбрать еще и по родителям, а не только по супругам. Значит, вот как с этим? Ну, та ремарка, которую вы выделили, она не говорит, что нельзя в других случаях. То есть, если, тут указано, что если ваша страна не играет, вы можете, но не написано, что вы не можете, если ваша страна играет. Так. Вот. На самом деле, в том же руководстве для консулов прямым текстом написано, что заявитель вправе выбрать какую-то альтернативную страну рождения, ну, из имеющихся возможностей, если сочтешь, что ему это каким-то образом выгодно. То есть, например, те же родители. Но там с родителями есть сильное ограничение. То есть, далеко не всегда можно указывать страну и участие в страну рождения родителей по причине того, что, во-первых, оба родителя, никто из родителей не должен родиться в той же стране, что и вы. То есть, если, например, человек родился на Украине, мама его родилась там в Германии, папа родился тоже в Украине, то уже от Германии подавать заявку нельзя. Потому что и отец, и заявитель родились в одной стране в Украине. Вот. Потом нужно смотреть, то есть, даже если это условие выполняется, что родители родились в какой-то третьей стране или в разных странах вообще, то есть, смотреть, что делали родители, чем они занимались в момент рождения ребенка вот в той же Украине. То есть, если человек родился в Украине, родители в какой-то третьей стране, и если они постоянно в это время проживали в Украине, то есть, ну, например, просто... Ну, жили, да. Да, окончили институт и остались там проживать, то страну рождения родителей, опять же, использовать нельзя. Нужно, чтобы родители в стране рождения заявителя проживали временно. То есть там была или командировка, или какая-то обязательная служба, распределение. Только вот такой нюанс. Я понял. На самом деле это очень резко ограничивает. То есть, допустим, вот у меня, скажем, отец родился в Украине, и мама тоже, да? А я родился в Москве. Но если бы я хотел, вот скажем, играть от Украины, то это было бы только... Нет, сейчас, подождите, сейчас я пытаюсь... Но надо знать, что делали ваши родители в России, когда вы родились. Они там уже переехали и жили в Москве. Вот, тогда страну родителей вы уже использовать никак не могли бы. Я понял, я понял. То есть, если, скажем, они были бы в отпуск, приехали, и вдруг там роды произошли, это одна история. Тогда можно по родителям. То же самое, как если бы родители были там, папа военный, там, фактически в командировке, там, родились, вернулись обратно. Я понял. То есть, очень существенное ограничение, это то, что родители должны были постоянно проживать в этой стране в тот момент, когда я родился. Не постоянно проживать, а быть временно. Да, да, все. Вот, но при этом страну рождения супруги использовать можно всегда, безо всяких каких-то дополнительных условий. Ну, конечно, если она допущена к участию в лотерее. Ну, давайте мы прочтем, что написано так, да? Значит, если страна, от которой ты играешь... А, страна, от которой ты играешь, обычно, это страна, где ты родился. Обычно. Но это не относится к тому, где ты живешь. Это не относится, не связано с тем, где ты живешь. Если ты родился в стране, которая не играет, тогда есть еще варианты. Вот иди и почитай. Ну, хорошо. Значит, у меня тут один человек даже жаловался, что он сказал «ес», а потом не мог выбрать страну из списка. Ну, так и должно быть. Так и должно быть, но он хотел указать страну, там, в данном случае, была Эстония. То есть, понимаешь, он должен был Эстонию указать вот тут, где у меня Раша стоит, да? И идти себе дальше. Ну, вот, а он, видно, хотел два раза указать. Ну, может быть, он не очень... Но бывает наоборот. Вот указывает, например, Раша в пятом пункте, потом указывает Ноу, и выбор страны снова указывает Раша. В принципе, это не будет ошибкой, хотя и логически это не очень объяснимо. Да, ну, он уже отказался от нее играть, а потом передумал. Снова выбирает ее. Хорошо. И, кстати, Михаил, еще есть тут уже, наверное, достаточно известный нюанс насчет Южного Сахалина и Курильских островов. То есть, американцы, Госдепартамент считает, что лица, рожденные ниже там определенной широты или на Курильских островах, должны участвовать внутри от Японии. Что невыгодно, да? Ну, азиатские страны, они, в принципе, да, считаются, что они, ну, там, по подсчетам менее выгодны, чем от европейских. Но, опять же, с учетом того, что Россия сейчас обрезается, там, может быть, уже надо будет смотреть по данным, по итогам этой лотереи. Но при этом все равно указывать страну рождения надо Россию. А вот уже шестой пункт надо ставить «ноу» и выбирать тут Японию. Мое объяснение этому, я не знаю, как на самом деле, но мое объяснение состоит в том, что после Второй мировой войны не подписан до сих пор мирный договор с Японией. А по договору, который был в русско-японской войне, вот там, 904-й, 5-й год, значит, эта часть перешла к Японии. И оно как бы технически числится за Японию, хотя Япония притязания не имеет и все такое. Ну, на Сахале, на Курильские острова, она вполне... Ну, не на все, там они как-то вот четыре островка там... Хорошо, значит, движемся дальше. Фотографии. Значит, они... Некоторые правила здесь перечисляют. Есть целая инструкция по фотографиям. Есть у нас на сайте, на нашем канале пару видео про фотографии, которые мы делали там с разными людьми. Поэтому мы сейчас не будем проходить через процесс, так сказать, создания этой фотографии. А просто подгрузим. Я надеюсь, что у меня получится. Значит, на десктопе у меня была фотка. Только что я ее туда положил. Хорошее дело, ну-ка. Так. Вот интересно, правда? Я ее назвал Тетка. Тетка, но промахнулся, получилось Тека. Так даже лучше. Вот это фотография с сайта, правда? Да, да. Кстати, насчет Сережек. Вот, например, Сергей вполне... Да, хорошая фотография. Open. Ну-ка, получилось. Все, слава богу. Значит, идем дальше. Почтовый... Михаил, если позволите, я насчет фото комментариев немножко добавлю. Конечно. Значит, во-первых, появились данные о том, что бывает, выдается ошибка при попытке отправить форму, когда в имени файла есть какие-то такие спецсимволы, ну, в частности восклицательные знаки. То есть лучше называть файл там буквами, латиницей и цифрами. Не использовать никаких дополнительных символов. Так, ну что же, это как бы, да, лучше не брать на себя лишнего. Вот, кстати, я слышал несколько историй о том, что люди пытались заполнять форму с мобильных устройств, с каких-то там, не знаю, с элфона. И вот, когда доходило до фотографии, там проблемы были. Чего-то не показывало. Вполне возможно. Там же все-таки мобильные эти все браузеры, они несколько функционал у них урезаны. Да, да, это другие приложения совсем. Хорошо. Значит, почтовый адрес. Насколько критичен адрес с точки зрения, вот, допустим, человек написал, черт знает что. Ему как-то это может повредить? Нет, почтовый адрес, он нужен только для того, чтобы вам могли в случае необходимости, правда, в связи с чем такая необходимость может возникнуть, я не знаю, потому что в последнее время бумажной почтой ничто не отправляется, могли что-то, ну, отправить какую-то корреспонденцию. То есть этот адрес вы указываете, исходя из того, куда вы хотели бы получить письмо, если вдруг вам его напишут. Если вы ошибетесь, то последствия будут только те, что вы это отправление не получите. То есть это вы навредите только себе, но никаких там дисквалификаций за ошибки в адресе у вас не будет. Такой вопрос. Я слышал такое мнение, вот, люди говорят, дайте мне вот адрес в Америке, или там, лучше я поставлю адрес приятеля, который в Америке, потому что надежнее доходит почта. Вот, есть такое? Ну, это было актуально, там, я уж не помню, сколько лет назад, когда не было еще возможности проверить статус заявки прямо на сайте лотереи, когда информация о выигрыше, она рассылалась как раз вот в бумажной почте, приходили такие notification letter, пакеты на указанный почтовый адрес. Тогда действительно был, ну, был смысл указывать адрес в США как более надежный для этого. Ну, хорошо, тогда мы условно напишем, что, напишем Биллу Клинтону. Это, кстати, поле опциональное, его можно вообще не заполнять. Да, да, ну, поскольку мы живем там, допустим, люди, которые заполняют, они живут где-то, и они говорят, ну, пусть вручат лично Биллу Клинтону. Биллу Клинтону адрес пусть будет 123, там, я не знаю, Калифорния, Авеню, где-нибудь, город какой-нибудь, я не знаю, пусть будет Ричмонд. Ричмонд, Калифорния. Нет, Калифорния, Калифорния, наверное, ниже. Да, тогда, получается, Ричмонд, пусть будет Калифорния, и пусть будет zip-код какой-нибудь там, 94-123. Хорошо. Некоторые считают, что этот адрес, это адрес проживания. На самом деле это не так, потому что вот и сразу задаются вопросы, а что будет, если я вот собираюсь переезжать в ближайшее время, какой адрес мне указывать? Ну, вот этот адрес, данный адрес к месту жительства не имеет никакого отношения прямого. То есть вы можете указать любой адрес, который вы сочтете нужным. Да, значит, вы можете, например, вы можете жить, я не знаю, не дай бог там где-нибудь в зоне вот этой АТО, да, там, Донбасс, там, все дела, и вы не уверены там в почте, в случае с чего у вас есть тетя в Тверской области. Да, вот даете, значит, пишете тете Маше и даете ее адрес в Тверской области. Да, вот, кстати, многие жители Крыма, они вот говорят, а что будет, если я укажу здесь вот свой адрес в российских реалиях, то есть там Россия, Республика Крым и прочее, как отнесутся в этом году департаменте. Ну, так не указывайте ради бога, если вы опасаетесь этого. То есть на самом деле письма дойдут прекрасно, но если вы боитесь, укажите там своих родственников либо украинский адрес, либо российский материковый какой-то адрес. Отлично, значит, движемся дальше. Страна, где ты нынче живешь. Вот тут на самом деле спрашивают, а если я вот студент, и я вот сейчас я живу там, скажем, в Чехии, но это у меня последний курс, и я вот там доучусь, а день там в июне вернусь обратно. Вот как быть? Да указывайте свою основную страну, если такая ситуация, потому что на самом деле, насколько я понимаю, это поле служит для того, чтобы как бы предварительно определить, в какое консульство пойдет человек, если его заявка будет отобрана. То есть если вы кажете, что вы живете там в Беларуси, находясь там на обучении, то вас направят в Варшаву. Хотя если у вас, например, гражданство России, основное место жительства это Москва, то вам и в Москву и следует ехать. То есть вы сами смотрите, насколько длительно ваше проживание вот в текущий момент в этой стране. Но даже если вы уедете обратно в другую страну и надо будет идти на интервью, будет еще возможность, по-моему, при заполнении DS-260 будет вам сказать. Да, да, конечно. То есть ничего фатального в этом нет. Теперь вот с номером телефона. Говорят так, пишите тот номер, по которому вам надо было звонить из Америки. Из Америки надо было бы начать с 0.11, как международный. Дальше вот я недавно в прямом эфире заполнял пару дней назад. И я ставил черточки, дефисы. А мне говорят, что вот есть правила международного там чего-то. И там надо вместо дефисов ставить плюсики. Не вместо дефисов, насколько я знаю, вместо 0.11. То есть международный формат – это плюс. То есть вместо выхода на международную линию – это просто плюс. А дальше уже, соответственно, код региона или код оператора и ваш, собственно, номер. Ну, в то же время, вот когда мы с Раевским записывали, он говорит, вот пишите так, как вам надо было бы звонить из США. То есть не звоните так, как по международному какому-то коду, а звоните так, как люди набирали бы в США. Если я там кому-то набирать в США, и там будет написано плюс, и он не знает, что там это 0.11, понимаете, то это как бы чревато непонятками. Ну, Михаил, тут особо глубокого смысла заморачиваться нет на этом вопросе. А если вам звонить, например, будут из посольства, а не из там Кентакки центра, то я указываю плюс, и дальше вот номер, как вот у меня. Давайте сделаем, как у вас. Вы говорите плюс 7, это бывшая СССР. Ну, плюс 7, да, России. Не вся СССР, это конкретно Россия, и, насколько я помню, там Казахстан тоже плюс 7. Дальше. Ну, там, условно, 903. Постойте, ни пробелы, ни черточки, ничего? А какая разница-то? Нет, ну, можно... Это вопрос непринципиальный, Михаил. Давайте, главное, 7, 4, 9, 5. А 9395? Ну, не важно, 4, 9, 5, Москва. Москва, давайте, 4, 9, 5, Москва. И опять черточку не ставить? Как хотите? Можно ставить, можно ставить. 123, 4, 9, 5, 123, 16, 48. Ну, хорошо. Просто человек, который заполняет потом, он скажет, ребята, вы же скажите, как? А когда вы говорите ему, сделай, как ты считаешь нужно? Он скажет, вот смотрел, время потратил, так мне и не сказали. Так это опциональное вообще поле, можно его вообще не указывать, на самом деле. Можно и не указывать. Теперь, email address. Он такой интересный, он вот во второй email. А, тут можно paste, да, оказывается? Нет, оно не работает. А, не работает. Не работает. Не работает, да. Меню есть, но оно не вставляется. Ну, давайте что-нибудь напишем сюда. Email. Это без разницы, что это будет Gmail или это будет какой-нибудь Rambler.ru или там что-то? Как вот с этим? Без разницы, без разницы. Абсолютно. Письма приходят на все, на российские почтовые сервера и на Gmail. Комс, естественно. Ну, давайте напишем. Что ж такое? Ну, что, дедок. Напишем. Дедок. Это, ну, что нам? Дайте какой-нибудь. Mail.ru. Mail.ru. Хорошо. Надеюсь, владелец адреса не обидится. А я, честно говоря, даже не подумал, что это может быть реально кто-то дедок там. Но если ребята ему напишут, может быть, скажем так. RU. Я извиняюсь. RU. RU. Ну, хорошо. Вопрос по этому полю возникает. А можно ли, например, в двух заявках, то есть, например, когда муж и жена подают, указывают один и тот же адрес. Можно, не проблема. Окей. Хорошо. Я тоже говорю, что, скорее всего, проблем не будет. Но что бы вам не иметь два, например? Ну, то есть, вот что за проблема иметь два? Ну, посредники, например, которые отправляют тысячи заявок, вряд ли они тысячу адресов заводят под каждую заявку. То есть, наверняка, они лепят везде один и тот же адрес. Поэтому... Хорошо. Теперь, образование. На самом деле, при всей более-менее понятной такой схеме, очень много вопросов возникает. В частности, это возникает там, где первая часть вопросов, которые я вижу, это когда человек пытается поставить что-то или хочет поставить что-то, что будет на момент выигрыша, но еще не является реальностью сегодня. Он говорит, я учусь в 11 классе, а к тому моменту я уже закончу. Значит, но, как бы, правило говорит, что мы заполняем на текущий момент. As of today. Вот написано. As of today. Кстати, вот насчет этого as of today. Там, когда мы дойдем до детей, вот эта тонкость, когда говорят, исполнился 21 или не исполнился. Вот если, допустим, ему завтра исполняется 21, а я сегодня заполняю, то сегодня ему нет 21. Но я смогу его с собой взять в случае выигрыша? Если такая ситуация, что завтра 21 год, то уже шансов нет. То есть указать его нужно, если вы сегодня исполняете заявку, но поехать, он уже визу получить не сможет. А сколько ему должно быть на момент интервью, например? Михаил, там есть формула какая-то для подсчета. Я просто не хочу врать, я не помню ее точно. То есть там зависит еще от величины номера выигрышного, который вам присвоится в случае выигрыша. И там подсчитывается, на сколько месяцев замораживается этот возраст. Я понял. То есть там сложная штука. Да, 20-летний может поехать получить визу, есть случаи, когда не может. Но это лучше на форуме посмотреть, или там, если такие ситуации реально возникают, просто задать вопрос уже. Я понял. Я просто думал, что может быть есть такой в лоб, такой прямой ответ. Если там еще не наступило, то сможете взять. Но такого ответа нет. Хорошо. Нет. Идем, значит, что будем проходить по ним, или что с ними делать, я не знаю. Ну давайте тихонечко пройдем. Коротенько, вот охарактеризуйте. Ну, во-первых, как вы правильно сказали, что заполнять надо именно то, что вы сейчас на данный момент имеете. Так. Вот, значит, первый пункт сюда относится, ну это опять же мое мнение, оно может быть с кем-то оспорено, естественно, но я считаю, что так. Сюда относится вариант, когда человек учился в школе, но не закончил 11 классов. То есть любой вариант учебы школьной, без получения аттестата по итогам 11 классов, я вот отношусь сюда. При условии, что, естественно, больше он нигде не учился. Ну, скажем, 9 классов пошел в техникум, но еще не закончил техникум, он будет primary school. Да. То есть у него среднего образования еще нет на момент заполнения заявки, и вот это относится к этому пункту. По моему мнению. Вот high school no degree, это вот, Раевский говорит, это когда ты закончил, но вот аттестат тебе не дали, может быть, ты выпускной экзамен не сдал, там, или что-то. Со справкой, как у нас говорят. Со справкой, да. Ну, скорее всего, да, но только на самом деле этот пункт, он, опять же, не позволяет участвовать в лотерее. То есть для того, чтобы человек мог участвовать в лотерее, предъявляя свое образование, нужно, чтобы его документ об образовании позволял поступить в высшее учебное заведение. То есть если человек закончил школу, но не имеет аттестата, то есть он не прошел государственную аттестацию, то в ВУЗ он поступить не может, и, соответственно, по образованию он не подходит. А вот у меня такой вопрос возникает. Вот, допустим, мы говорим vocational school, да? То есть он после девятого класса или после одиннадцатого пошел там в ПТУ, так сказать. Ну, в профессиональную школу, да. В профессиональную школу. Значит, теперь, да, если после одиннадцатого, то у него есть аттестат, но если он после девятого пошел, то аттестата у него нет. И тут еще написано, смотрите, как интересно, значит, у тебя должно быть как минимум аттестат аттестат об окончании средней школы, что ты прошел, значит, полный курс, и мы не принимаем какие-то эквиваленты или там что-то такое. Да, но написано, vocational school не принимается как подтверждение того, что у тебя есть high school, диплома. Вот как с этим быть? Ну, на самом деле, просто это несколько оторвано от советских реалий. Вот. И в инструкции для консулов, опять же, есть разъяснение, что вот эти vocational school, они не принимаются, если обучение в них не базили, ну, не было одновременно и получение среднего образования. То есть, если это чисто вот профессиональные какие-то курсы, там, например, пошли курсы в кройке и шите, грубо говоря, получили там профессию, но не получали каких-то общеобразовательных дисциплин и с документом полученным не могут поступать в тот же ВУЗ какой-то. А, то есть, грубо говоря, так, какая-то должна быть выписка, да, к диплому, скажем? В дипломе должно быть указано, да, что это диплом о среднем профессиональном образовании. То есть, с таким дипломом можно вполне участвовать и указывать vocational school и нормально проходить интервью. То есть, на самом деле, vocational school является подтверждением high school диплома для, скажем, стран бывшего СССР. Да, и по списку же он идет выше, как бы. Выше, конечно. Ниже, но больше в уровне образования, чем high school диплома. Значит, это у нас ПТУ или техникум, или колледж, как там сейчас называется. С ПТУ, на самом деле, есть нюансы. Советские ПТУ, вот то, что куда шли после восьмого класса, ну, когда было десятилетнее образование, в ПТУ не давали среднее образование. Достаточно. Было две категории. Я хорошо это время помню. Значит, я работал в системе профтехобразования. Значит, были ПТУ, а были средние ПТУ. Без ПТУ, да. Да. Вот эти вот средние ПТУ давали, а просто ПТУ... Да. То есть, если ПТУ на базе восьмого класса, или как сейчас, девятого класса, и без получения среднего профессионального образования, с таким образованием участвовать нельзя. Да. Хорошо. Сам университи курсис. Ну, вот объяснение, которое давал Раевский, звучало так, что если ты сдал хотя бы один предмет, хотя бы один экзамен в институте, вот, например, те, кто сейчас учится на первом курсе, они не попадают под сам университи курсис, потому что они еще не сдали ничего. Да, ни одной сессии еще не было. Но тут еще тонкость, вторая, которую я понимаю, что у него должно быть, ну, какая-то, я не знаю, какое-то документальное подтверждение того, что он сдал этот экзамен. Зачетка, если зачетка годится как документ? Ну, я думаю, да, в принципе. Но, как правило, те, кто учатся в институте, хотя бы на, там, даже на первом курсе, они все-таки имеют какой-то документ о среднем образовании. Да. То есть там не будут, я думаю, придираться к этой зачетке к указанному уровню сам университи курсис, поскольку у них среднее образование то уж точно есть гарантированно, то есть никакого навара от того, что у тебя есть сам университи курсис, нету. Больше того, если ты, имея сам университи курсис, допустим, ты учишься на втором курсе, но написал, что у тебя high school degree, к тебе претензий не будет по этой части. Да, я думаю, нет. Это, вообще, вот эта градация по уровням образования, она появилась тогда, когда хотели вводить квоты, там, на разные уровни. То есть, сколько-то виз выделять лицам, только имеющим, там, грубо говоря, магистрский уровень. А было такое, да? Ну, это было уже достаточное количество лет назад, то есть, вот, ввели эту градацию, но это все так не прошло через все эти законотворческие. Хорошо. Теперь, значит, посмотрите, университи дегри, это вот, ну, скажем, мой советский пятилетний курс, там, да, институт связи я закончил, ну, университи дегри, ну, хорошо, у нас не было бакалавров, там, мастеров, на высшее образование. Я тоже заканчивал еще, я не бакалавр, то есть, от инженера, специалиста, вот, ввели в игре. Вот, мастер, моя, как бы, внутреннее, вот, убеждение, состоит в том, что, вот, когда мы находимся в США, я-то просто это проходил все, когда ты приезжаешь в США, и ты хочешь сказать, что ты мастер, то тебе надо тогда пойти и сделать так называемый эволюэйшн, есть организации, они лицензированы, у них федеральная лицензия, и они могут оценить твой диплом, там, они смотрят выписку к этому диплому, там, ты пишешь им, сколько часов был, какой курс, чего еще, и они говорят, это эквивалент, там, скажем, бакалавра, или это эквивалент мастера, но сказать, что ты мастер, вот, у меня, как бы, рука не поворачивается, поскольку, есть лицензированные организации, которые это делают, а вместо них я теперь скажу, вот меня эта часть смущает. Ну, на самом деле, это тоже не сильно такой принципиальный вопрос, но у нас же сейчас двухуровневое высшее образование, то есть, есть бакалавриат и магистратура. Так. Человек, который после, получив диплом бакалавра университета дегри, пошел в магистратуру, он по итогам получает диплом магистра. То есть, фактически, он же мастер. Соответствует, да, мастер дегри. А, хорошо. То есть, если у него есть тамошний магистр, пишешь мастер, и все. А если ты получил бакалавра, но еще не магистр, то пишешь сам graduate level courses. Ну, опять же, да, при условии, что там сданы предметы, которые вот в выписку из зачетной книжки пойдут, уже с итоговой оценкой. То есть, учишься в аспирантуре, сдал какие-то, сдал один кандидатский экзамен, говоришь, там, сам doctorate level courses. Кандидатский минимум хотя бы один сдан. А это доктор, PhD, кандидат наук. Все, что выше, кандидата, доктора, то есть, все, что выше, это уже к этому пункту относится. Вопрос заочности. Значит, я знаю, что есть дискуссия на форуме, и есть два мнения. Одни говорят, что, поскольку не принимается эквивалент школьного образования заочный, то, значит, это относится и к остальным видам образования. Есть мнение, когда говорят, что, поскольку про школьные сказано, а про другие не сказано, то к другим и не относятся. Кроме того, можно сказать, а вот, допустим, вечерняя школа, кстати, вечерняя школа, это что? Это полный курс? Ну, она, конечно, это же люди ходят, там сидят за партой, вполне традиционно. Хорошо, хорошо, потому что, вот как бы получается, заочный, как бы не годится, онлайновый, наверное, тоже не годится, вот я не знаю. Ну, хорошо. Я считаю по этому поводу, что очный, ну, то есть традиционным обучением нужно получить среднее образование, то есть это как бы граница идет, допустимости, недопустимости в участии в лотерее. То есть, если среднее образование получено очным образом, там, вполне традиционным способом, то все, что выше, ваши вузы, университеты и прочее, даже если они будут заочные, они вполне котируются и можно соответствующий уровень указывать. очность включает вечернее? Да, вечернее, конечно. Хорошо. Значит, да, семейное положение, так сказать, да? Значит, unmarried, который никогда не был женат? Да, не женат и никогда не состоял в браке. Так, значит, женат, и моя жена не гражданин США, не обладатель грин-карты, то есть, она со мной не поедет, ей не надо со мной визы. Нет, нет, наоборот, не. А, изнор, да, да, изнор. Да, значит, это вот, допустим, вот наши зрители, в основном, в этой категории. Да, кстати, вот опять же, вот появилось несколько этих градаций дополнительных, и сразу стали возникать ошибки, то есть, вот пишет человек, а я вроде указал, что я женат, а почему-то меня не спрашивали информацию про жену мою, я не вводил, и у меня заявка ушла уже. Это нормально? А он указал, что он ответил в третий пункт. Ага, да, да, да. Ой, так. Третий пункт как раз ввели для того, чтобы не вводить лишних данных, поскольку не требует указывать супругов, имеющих уже грин-карты, или гражданство США, то вот, и здесь не то же самое. Да, и здесь не то же самое. Теперь, значит, разведен, то есть, был женат, но разведен, овдовел, legally separated, такой категории особо нету, в бывшем СССР? На постсоверском пространстве нет, да, такой категории, она не применяется, и более того, есть случаи, когда человек указал это, и был дисквалифицирован. Вот так уж, то есть, не трогаем. Да, это нужно трогать. Хорошо. Начальник говорит, если супруга, гражданка, или обыватель грин-карты, не указывай. Да. Вот как раз вот третий пункт. Хорошо. Теперь количество детей. Значит, давайте я скажу, а вы меня поправьте, если чего. Значит, я указываю количество детей, которые, во-первых, моложе 21 года, второе, не женаты, может быть 19 лет, но женат, я его не буду указывать. Значит, моложе 21, не женаты, это мои, мои усыновленные, жены от всех браков, и мои от всех браков, и жены усыновленные. Сюда не включается опека. Дети, которые у меня под опекой, не включаются. И общее количество детей, которые можно ввести в это поле, ограничено 20. Ну, я насчет 20 не проверял, это, скорее всего, от Раевского уже информация. Я проверял. А, проверяли. Вот, ну, все верно, да. Потом, часто вопрос возникает, если нету детей, что вводить, ноль, или просто оставлять поле пустым? На самом деле, не принципиально, то есть, и тот, и тот вариант, применим. Потом, если есть у вас ребенок, рожденный в США, то есть, соответственно, гражданин США, и просто указывайте общее количество детей за вычетом этого ребенка. То есть, если у вас два ребенка, один гражданин США, другой нет, то указывайте, что у вас один ребенок. Ага. Так, сейчас. Ну, а вот тут написано, если ребенок гражданин США или имеет грин карту, не надо его сюда. Да, отлично. Вы читаете, из общего количества вы читаете этого ребенка. Ну, давайте напишем один, так, чтобы там далеко не ходить по этой форме. Вот еще по поводу детей есть один такой вот сложный вопрос. Когда человек, вот отец, например, развелся с матерью ребенка своего, она снова вышла замуж, и новый, ну, ее муж хочет усыновить этого ребенка, отец, биологический отец, он должен написать нотариально заверенное согласие на усыновление, и потом будет судебная процедура по усыновлению, и ребенок фактически получает нового отца, ему выписываются новые свидетельства о рождении, в котором старый отец уже никак не фигурирует, там отцом записан новый отец. И старый прежний отец, да, он теряет вообще юридическое как бы отцомство, все, утрачивает. Вот по поводу таких детей, более того, у него даже иногда нет сведений вообще о том, где этот ребенок сейчас находится, как его зовут, и тем более фотографии он получить не может. Вот. В таких случаях, наверное, все-таки таких детей учитывать не нужно. Ну, если он официально, как бы... Юридически он уже не ребенок, да. И он не может его с собой взять, правильно? Безусловно, да. Хорошо. Тем более того, указав этого ребенка, указав даже, если эти данные доступны, он может нарушить тряну усыновления, то есть это нарушение закона будет. Значит, я уже натыкался на то, что если эта форма висит больше 30 минут, то нам придется сейчас заново заполнять, поэтому я нажму continue и посмотрим, она прошла, не про... заставит нас заново все. Да. Ну, давай, мы сейчас быстренько заполним, значит, там CRVD, да, у нас, submit. Некоторые говорят, а меня вначало выкинул, это вот то, что произошло. Фамилия, значит, какая там была у меня? Зиновьев. Зиновьев. Иван у меня был. Сейчас быстро сделаем. Значит, нет middle name, он у нас мужчина, родился, ну, неважно, месяц 11, день 22, год 1900, ну, пусть будет... А, кстати, вот видите, у нас выскакивают внизу данные, которые вы ранее вводили. опять же, возникает вопрос иногда. Я вот, ну, нажал submit, у меня заявка непонятна, потому что не ушла, не ушла, ошибка выскочила. Если повторно ввести вот все данные, которые были, они выскакивают снизу, то, если эта заявка уже есть в системе, то система так и напишет, что вы пытаетесь подать дубликат, и нельзя это делать. В принципе, такая и есть проверка. То есть, система предотвращает дубликат, на самом деле? Абсолютно. Если это абсолютно идет дубликат, то есть там с точностью до всех запятых и то же самое фото, то повторно такую заявку подать она не даст. Понял. Хорошо, значит, энтрант фотография у нас есть. Вот у нас женщина красивая, с сережками. Так, видите, мы уже раз, семь пунктов. Значит, тут тогда ничего не пишем. Ну и давай напишем там, напишем, да, по-английски мы пишем, мы пишем тетя, тетя Маша. Там вроде Билл Клинтон был. Ну, мы уже так, тетя Маша, значит, давайте мы, деревня, деревня Ивантеевка. Мы люди креативные, что там? Тут писать надо так, как почтальоны ваши читают. Деревня Ивантеевка, там, допустим, Клинского. Сититаун обязательно. Ого. А Сититаун, я не написал? Ивантеевка. Это же адрес Лайн. Подожди, а что такое, Миночка, а что такое будет адрес Лайн? Ну, это улица, квартира. Окей, окей, окей. Ну, давайте написим, я извиняюсь, улица Ленина, да, улица Ленина 4, улица Ленина 4, Ивантеевка, ведь как на ходу-то, Ивантеевка, Клинского района, Клинского района. Кстати, я пока прокомментирую, например, в случае Москвы, Москва не входит ни в какую область, ни в какой район, то тут просто в пункте Е подублируйте название города, Москва, Москва получится, Д Москва и Е Москва, Москва. Так, почтовый код, ну там, я не знаю, там 176, 976, так, country, Russia, да, у нас была, окей, где я живу сейчас, опять у нас Russia, так, 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 phone number, значит, опускаем, так, и знаете, как от греха подальше, это пусть будет, плюс 7, а вот у нас и номер, наберу, плюс 7, email, Misha, раз, два, три, at gmail.com, значит, миша, раз, два, три, at gmail.com, там, сам доктор, level courses, merit, ну, допустим, что жена не гражданка США, обманем, для этой части, количество детей, скажем, один, что правда, и говорим, пошли на вторую страницу, и мы помним, я еще раз, для тех, кто по этому видео заполняет, я хочу сказать, что мы никогда не возвращаемся на предыдущую страницу в браузере, да, здесь кнопочку back, а мы нажимаем вот эту back to part one, и вот, вот только так переключаемся. об этом много сказано, да, теперь жена, ну, и то же самое, что и со мной, правильно, жена, пусть будет там по паспорту, как там у нас положено, Иванова, там, допустим, Наталья, Петровна, с большой буквы напишем, мы аккуратны, миддлнейм у нее нету, родилась она 10, 11, 1975, жена, вот Раевский, обращал внимание, что можно и мужчину поставить, поскольку, да, теперь однополые браки стали допустимыми, да, но у нас все традиционно, родилась она у меня в Киеве, ой, Киев, так, родилась она в Киеве. вам часто задают, вот, украинские города, как писать, транслитерацию с русского языка или с украинского, то есть Киев там или Киев, да, как правильно, на самом деле, я советую по-украински писать, но ошибкой не будет и вот такой вариант. Знаете что, поскольку мы с вами сейчас находимся, тут ребята видят мой экран, значит, я могу здесь написать, там скажем, Ukraine, да, давайте посмотрим, вот говорят, смотри, как в Google Maps написано, вот у нас Украина, вот у нас, так, где у нас тут, Киев, 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 вот он, Киев, вот смотрите, вот как я написал. Ну, меня пока не видно, вот, а, вот, вот, там еще, а, ну, нет, я уже вижу, что у вас обновилось, у меня тут есть контроль, вот, вот, Киев, видите, где и курсор ходит, вот тут, значит, у меня, у меня здесь Киев написан так, как я написал. Ну, окей, я не говорю, что это реально вопрос, да. По тем, причем, мне есть на что сослаться, я сказал, Google Maps, вот так пишет. Хорошо, Ukraine, есть, с пауз, фотография, ну, прости, жена, вот, значит, так, взяли фотографию, идем дальше, теперь ребенок наш пошел, значит, ребенок, допустим, это last name, last name, пусть будет, например, там, Goldman, Goldman, first name, пусть будет, Мария, маленькая буковка проскакивает, нету тут ничего, месяц, ну, пусть будет, 03, день, 19, 2008, пусть будет, девочка, раз Мария, родилась она, надо что-нибудь такое взять, ну, пусть будет, дверь, я люблю, дверь, пусть будет, дверь, Russia, так, бум, вот у нас Russia, и ребенок и фотография, на ребенка и на жену, надо сказать, очень мало информации, прямо даже неудобно, как-то вот так, ну, они зависимы, аппликанты, да, что, все, слушай, как быстро-то все произошло, да, он сейчас даст проверить, снова данные повторно, вот именно вот эту страничку, желательно сохранить, чтобы потом убедить, я, например, советую, да, тем, кто заполняет, вот правой кнопочкой на мышке нажал, сказал, save as, и прям сохранил на десктопе всю вот эту вот, историю, вот она есть, она у меня теперь сохранилась прямо на компьютере, можно распечатать, да, я могу тоже нажать правой кнопочкой, искать, скриншот можно сделать, можно распечатать, гениально, но скриншот, он не весь документ подхватит, а то кто, что, там несколько скриншотов, несколько скриншотов, а я прям весь файл сохранил, и так, в общем, как бы гарантировал себе некоторую, так сказать, защищенную. я, например, вот эту страницу печатал на PDF-принтер, то есть просто сделал PDF-файл из этого. Да, да, это когда ты говоришь save as, и... Нет, через print, у меня просто виртуальный принтер, PDF-принтер. А, я извиняюсь, это моя ошибка, print, и можно сказать, что хочешь в виде файла сохранить, просто очень многие люди никогда этого не делали, то есть они не печатали файл. Вот, но что-то он у меня медленно это делает, я не знаю почему. Может быть, документы... В принципе, иногда бывает достаточно просто вот сфотографировать, можно, грубо говоря, на смартфон взять это и сфотографировать. Да. Ну, хорошо, ладно, значит, давайте мы отсюда тогда уйдем. Так, мама, ага, сейчас мы отсюда убежим. Я пытаюсь найти, как закрыть страничку. У меня тут несколько страничек на страничку, поэтому я cancel нажмем. Хорошо. Вот, у нас появилась вот эта страничка, и мы можем, например, нажать кнопочку и сказать submit, а можем пойти на предыдущие две странички там. Если какие-то ошибки обнаружились. Вопрос. Вот, мне некоторые говорят, вот вы нажали кнопку и отняли у кого-то какие-то шансы. Вот если я сейчас кнопку нажму и номер получу. Жмите спокойно. Шансы людей отбираются в несколько раз больше, чем число доступных виз. То есть, если даже ваша заявка вдруг окажется отобранной и вы не получите по ней визу, то эти визы просто достанутся в следующем в очереди. Но просто люди говорят, так бы он попал в эту очередь, а так получается, что вот они да там то есть он не попал в эту группу отобранных с запасом. Ну, Михаил, тут, ну, что с... давайте. теперь вероятность, она такая штука. Хорошо, мы делаем, я искренне считаю, что никому не напряжу, но давайте мы нажмем, и я почему это делаю, потому что я хочу, чтобы ребята увидели, что должно быть на выходе. Уже очень часто говорят, у меня вот там какие-то четыре цифры вышли, а у меня там чего-то еще вышло, понимаете, и он не знает, он сдал, не сдал, вот это должно быть, правильно? Да, вот это даже важнее сохранить, чем предыдущие вот формы, данные из формы. Вот можно кнопочку принт нажать и распечатать на бумажку, а можно еще раз сохранить на десктоп электроник виза, ну-ка, сейв, а там не поменялось, давайте я какую-нибудь поставлю, там напишу final, да, там что-нибудь такое, вот, и сохраню к себе на десктоп, вот у меня все есть, знаете, что я даже думаю, давайте я, может быть, закрою свой браузер, так, эксперимент такой, и вот у меня вот этот вот, вот видите, вот один файл сохраненный, вот этот, и второй файл, который final, вот я хочу показать, что у меня сохранилось, вот, правда, здорово, да, вот на иконочку там раз, и все сохранилось. И вот здесь, кстати, вот видно, Entrant Name, Zinofiev, запятая Иван, очень часто, почему-то, я не знаю, по неведомой мне причине, путают имя и фамилию, тогда здесь будет написано Иван, запятая Зиновьев, соответственно, при проверке, надо будет указывать не фамилию, а имя, при проверке статуса заявки. В принципе, насколько я понимаю, когда первым идет, значит, first name, потом last name, то имя, потом фамилия, там запятую не ставят, а запятую ставят именно когда сначала фамилия. Да, но если напутали в заявке, то вот будет наоборот здесь, Иван, запятая Зиновьев. Да, когда проверяешь, идешь вот как тут. Вводить при проверке надо только фамилию, имя не берется. А вот этот длиннючий номер жуткий, это вот зачем он? Цифровая подпись, но это для заявителей это не имеет значения. То есть это какой-то идентификатор внутренний. Когда выйдет тираж, а человек потерял свои данные, компьютер у него там, не знаю, переформатировался на ходу, я не знаю, что-то случилось, потерял. С какой информацией он будет потом запрашивать свои результаты? А вы можете, кстати, вот ссылку Entering Status Check кликнуть, и мы попадем туда, вот в этой же форме, ниже там, голубым она подсвечена. В этой? Вот тут прямо? А, вот это? Да-да-да-да-да-да. Так. Это за прошлую лотерею. Да, ну она сейчас же доступна, проверка, деньгой 2018. Что, нажать прямо сюда, continue. Так. Да. Значит, confirmation number, они говорят, ну-ка давай сюда свой number, а тут говорят, забыл. забыл. Да. Ну-ка пошли. Он говорит, давай фамилию, давай first name, то есть все в точности. Дата рождения и email. Email. Причем email не обязательно иметь к нему доступ, главное знать, вот как он был записан. То есть даже если в email ошиблись и указали не свой ящик, а там какую-то букву пропустили, то ничего страшного, если у вас нет доступа к этому ящику. Главное, что вы знаете, как он был написан. И когда я скажу submit, он прямо мне здесь номер напишет, да, на экране. Он выдал с вам информацию, да, статусе. Он не будет мне слать его по email, а он мне просто не выдал. Нет, нет, прям все вот сразу здесь, на месте. Ну, я думаю, это хорошая новость для тех, кто переживает, а вот я потерял, а вдруг я потеряю. Кроме того, что сейчас есть люди, которые выиграли в 2018, да, и тоже они сейчас переживают, не могут найти чего-нибудь, вот все оказывается есть. Ну, что же, я думаю, что мы, как сказать, сделали что-то такое, дай бог, полезное, даже если один человек, вот, на основании этого всего, там, как-то кардинально свою жизнь изменит к лучшему, то уже стоило того, а на самом деле, я думаю, что гораздо больше будет людей, которые это все посмотрят, и давайте я тогда от имени наших зрителей, тех, кто будет смотреть, поблагодарю Дениса, вот, и... если что, на форуме я стрелец. Да, на форуме говорим про вес, это стрелец, ссылка на форум, у нас под каждым видео, у нас больше 6 тысяч видео, 6200 видео, под каждым видео есть ссылка на форум, это первая ссылка, которая у нас есть. Я не знаю, там форумные статистики, видно там, что люди какие-то ходят, там у меня нет возможности посмотреть. Через ваш канал? Да. Не знаю, может быть, у администраторов видно, откуда они приходят, но... Не важно это на самом деле. Не важно, ну, в основном, мне было бы приятно знать, что люди... Не, очень много людей пишут, что как раз там есть целая тема о том, как вы узнали о форуме говорим про вес, и в последнее время, вот последние годы, я бы сказал, очень много именно через ваш канал туда приходят. Ну, я на самом деле очень рад, я как бы, я считаю, что это совершенно уникальное явление вот в иммиграционных делах, и при том, что некоторые жалуются там, что там... Когда надоедают одним и тем же вопросом, то их, может быть, не очень любезно там привечают, но, во всяком случае, совершенно уникальный источник информации, просто сказочный. Я думаю, что ни одну жизнь этот форум уже изменил самым кардинальным образом. То есть, я думаю, там счет на тысячи идет. поэтому вливайтесь, ребята, и как бы узнавайте всю остальную информацию там. И давайте мы, Денис, давайте мы пожелаем всем, кто смотрел это видео и заполнял по нашему видео, чтобы все они обязательно выиграли. Правда? Безусловно, конечно. Желаю всем успеха, и себе в том числе, я один из участников лотереи. Хорошо, ладно, всем счастливы, всем успехов, и спасибо большое всем, кто досмотрел то, что вы лайк уже поставили, я даже не сомневаюсь, а если вы еще не подписаны на канал «Голос Силиконовой Долины», я просто удивлен. Я каждый раз стесняюсь, потому что получается, что я говорю, граждане, подпишитесь, это же в ваших интересах, и я как-то стесняюсь, что человеку, ему нужно, а я его уговариваю. Все, ребят, счастливо, и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok